У наших коллег-журналистов газеты «Одинцовская неделя» сейчас напряженное время. Они готовят к выпуску юбилейный номер. Мы немного отвлечем их от работы и узнаем, как это происходит. Расположить материалы, фотографии, заголовки на полосе. Сверстать, отредактировать, все перепроверить, чтобы типографские станки запустили свой конвейер. Над созданием каждого выпуска еженедельной газеты «Одинцовская неделя» трудится целая команда. Корректоры, редакторы, верстальщики, фотограф и, конечно, репортеры. Именно они добывают непосильным трудом самые интересные новости из жизни округа. Ты себя не отделяешь от этой профессии, потому что она ширяет кругозор, она дарит тебе какие-то новые знакомства, какой-то новый жизненный опыт. Тебя сверкнул каждый твой материал, просто это часть, скопарно скажу, часть твоей души. Ты с ним развиваешься вместе, ты с ним растешь. Так вместе с «Одинцовской неделей» Лера выросла в профессии. Она пришла сюда на практику в 19 лет, и вот уже тысячный выпуск. Оборачиваясь назад, понимаешь, что создаешь историю округа, говорят журналисты газеты. Ощущаешь себя летописцем. Событий просто море. Это вот тысячный номер. А сколько это поездок по городам и поселкам, сколько интервью, сколько встреч с людьми. Это вот буквально там на десятки, наверное, на сотни тысяч все это идет. И приятно чувствовать себя в какой-то степени летописцем Одинцовского района, Одинцовского округа. И то, что вот твой труд, может быть, понадобится будущим поколениям. Немного другая бумага и шрифт. Первый майский номер 2023-го визуально не сильно отличается от сегодняшней газеты. Но это только на первый взгляд. За годы она постоянно изменялась и усовершенствовалась. С 16 полос мы уже перешли в 32. И очень долгое время мы ходили на 32 полосах. А в 2015 году у нас произошел ребрендинг. Вот уже логотип другой. Да, мы его обновили. Он не сильно изменился, но обновился. Шрифт другой, да? Он стал более современным. Сегодня на 24 полосах новости политики, культуры и спорта. Ответы на вопросы читателей, программа передач. Самые актуальные новости региона. И бессменными остаются лишь герои – жители Одинцовского округа. Наши герои, наши публикации – это замечательные люди. Они скромные, они каждый на своем рабочем месте. Они тоже, может быть, да, не какие-то там занимают высокие посты. На самых обычных местах они работают, но при этом в их работе есть определенная толика героизма. Они нужны окружающим людям, соседям, всему городу они нужны. Вот их мы прославляем, о них пишем, находим о них добрые слова. И вот эти скромные герои – жители округа. Рано утром уже ждут свежий номер любимой газеты. О том, что выпуск юбилейный и не догадываются. Просто искренне любят, интересуются и ждут свежих новостей о родном крае. Потому что жизнь города и округа не описывается. Поэтому все интересно. Раз живешь здесь, значит, свой край должен знать. Очень четко, ясно и легко понять, что пишут. Там есть как раз выступает президент, потом премьер, потом наш губернатор, потом наш мэр и так дальше. Обязательно какие-то политические новости. Потом мне нравится то, что программа есть, вторая программа. Ну и обязательно все уже полистаешь, что-нибудь увидишь. Там есть и вопросы, и ответы. Тем временем, тысячный выпуск газеты «Одинцовская неделя» уже отправился к своим читателям в разные уголки нашего округа. Газеты разместят более чем в двухстах точках, в крупных торговых центрах и на социальных объектах. Там они будут в свободном доступе ждать своих читателей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...